Ассаламу алейкум, до старых вы на ютуб канале Алаш Прайд ТВ и сегодня мы побеседуем с нашим прославленным чемпионом, претендентом на чемпионский пояс ACA Евгением Егенбергиевым. Уважаемые зрители, казахстанцы давным-давно ждали боя в одной из самых престижных лиг на постсоветском пространстве и вот наконец-то этот момент настает буквально считанные дни, остаются до чемпионского поединка нашего чемпиона. Уроженец Жамбурской области постарается продемонстрировать в бою против Муслима Магомедова все свои лучшие качества, всю свою ударную технику, весь свой боксерский арсенал и несомненно все 19 миллионов казахстанцев будут следить и переживать за Евгения. И конечно же мы со своей стороны желаем Егенбергиеву исключительно победы. Да, соперник непростой, но тем слаще будет победа. Евгения, ассаламу алейкум. Буквально считанные дни остаются до чемпионского боя. Престижный пояс на кону. Расскажите о своей подготовке, о своем настроении, о своем морально-малевом духе. Погготовка прошла успешно. Получилось подготовиться и никаких травм серьезных таких не было. Конечно, я буду драться до конца. Это мой шанс. В принципе, готов на 100%. Как и функционально, так и физически. И думаю, что сделаю все для победы. Евгения, очень отрадно слышать от вас вот эти слова, готов на 100%. Обычно бойцы перестраховываются и где-то оставляют для себя такие какие-то процентики. Ваша уверенность вызывает восхищение. Насколько психологически вам удается себя настраивать? Насколько вы одолеваете посторонние мысли и сосредоточены на победу? Ну, психологически, конечно, это нелегко. Потому что очень серьезный соперник. В конце концов, титул стоит на кону. Ответственность большая. Но это бой всякое бывает в бою. Даже в UFC чемпионские бои не всегда латка проходит. Я думаю, что все через это проходят. И нам получится. Если всевышний даст, выиграем этот бой. Многие специалисты отмечают, что за чемпионский пояс померятся бойцы, исповедующие разные стили. Это ярко выраженный ударник и ярко выраженный борец. Насколько сложно вам соперничать с бойцами, у которых базовые элементы борцовские? Ну, это же ММА. Там не будешь играть. Если он борется, он будет бороться. Да, это нелегко. Если борец там в высоком уровне, у него получится переводить. Ну, опять же, это же не борьба. Это же не ковер. Это клетка здесь. И у меня есть шанс, и у него есть шанс. Как у меня в стойке, так у него в бойбе. Теперь уже чья сторона стрельнет только и все. Вопрос был у такого фактора, что Аташка много лет назад привел в бокс. И сегодня, ну, то, что вспомнили Аташку, конечно, отблагодарить его и... Ну, конечно, Аташка, он мне как отец был. Он меня спорт привел, он меня воспитал. Он мне дал культуру полностью свою. И, конечно, это меня мотивирует. Я выхожу на обуви, и у тибетейки всегда... Ну, что могу сказать? Буду драться, буду драться до конца. За мной большая страна, наш Казахстан. Наши болельщики, наши... Я сделаю все для победы. Евгений, вы уже... Ну, российская публика нам не чужда, да, и тем более вам. Вы многократно выступали на различных площадках Российской Федерации. Вообще, насколько сложно... Вот... Некоторые бойцы говорят, что мне легче боксировать за плагинами страны. И другая категория бойцов, наоборот, домашние, да, так скажем. Лично для вас родная публика, как ближе, да, ну, в том плане, что дома и стены помогают. Легче дома или на выезде? Ну, я вот думаю, это кому как. Ну, да, бывает сложно именно выступать в Казахстане, потому что большая отверстие на публике. Толпа будет тебя гнать вперед все время, вперед, иди. Где-то это поможет, где-то, где ты будешь лежать, там, где-то поленишься, ства от тебя. Толпа будет гнать, ты встанешь, там, где-то переломишь бой. Но, мне кажется, чтобы подойти холодным к бою, трезво мыслить, мне кажется, даже там будет проще. Будет слышно свой угол, будет тренера слышно как-то анализировать бой. Тем более пять раундов. Там надо экономить силы где-то. Я еще не дрался, 25 минут. В принципе, мне безравится. Даже там, даже у него на родине. Ну, вот раз вы упомянули своего наставника, давайте поговорим об Игоре Фунтикове, с которым вы проводите подготовку к чемпионскому бою. Насколько вам комфортно работать с этим специалистом и насколько он соответствует тем амбициям, к которым вы стремитесь? Знаете, мы вот, до этого я же с многими тренерами работал. Мы, бывало, сами без тренера готовились. Да, с ним тяжело, он грузит очень тяжелые нагрузки, но во время боя, зато легче, ты подходишь на пике к бою. И я думаю, нет, у нас пока нет такого тренера, который мог бы конкурировать с Игорем Фунтиком в Казахстане. Потому что уровень подготовки вообще другой. И он, я считаю, что он профессионал. Он знает все тонкости. У него еще медицинское образование. Мы, как дети, к нему со всеми вопросами подходим. Там, рука заболела, нога заболела, там, слабость появилась, там, там, живот болит, это болит. Игорь, ну, везде находит ответ, везде разбирается, с трезвой головой. Он такой человек. Человек серьезный просто. Я думаю, что буду с ним работать, пока дерусь, думаю, только с ним буду работать, потому что он полностью в него встраивает, как тренер, как человек, его подход, его профессионализм. Полностью, сто процентов. Евгений, когда вы только решили попробовать свои силы в ММА, этот вид единоборств был не настолько популярен, насколько вот сегодня, да, бурный прогресс, буквально, каждый мальчишка, буквально все от мала до велига, все интересуются смешанными единоборствами. И с чем вы связываете вот эту неимоверную популярность в нашей стране? Я считаю, что это самый лучший из спорта. Как спорт, как для мальчика, для ребенка, это лучший из спорта. Потому что ты здесь полностью развиваешься вообще. Например, взять для чего мы начинаем ребенка спорта? Я пошел на бокс, чтобы там за себя постоять. У меня у моего Аташки был друг, тренер Евгений Горстик такой. Он уже тогда был пожилой, сейчас 80 лет. И я прошел просто, чтобы уметь за себя постоять. И за счет этого пошел, пошел. Ну, я имею в виду, боксер, например, на улице. Да, он может там ударить, за себя постоять. Но бывает же такой момент, что с ним выйдет борец, например. Он вас свалит. Что будет делать, боксер? Ничего не за это он проиграет. Боксером на полу он ничего не может предложить боксу. Поэтому нужно развиваться именно. Например, тот же кикбоксер с боксером встанет. Лоу-киками кикбоксера, боксера хорошего мастера спорта. Боксером лоу-киками кикбоксер может просто нейтрализовать. Изобьет ноги, боксер не сможет стоять. Ну, это примерно, да, просто. Поэтому ММА, он цепляет всех. Он так же меня зацепил. Как ты будешь драться, если у тебя в каком-то моменте дыра просто? Ты не можешь бороться там, или не можешь ногами кинать, к примеру, коленями, локтями бить. Чисто боксером не пройдет. Поэтому это всех цепляет. Ну, конечно, на мой взгляд, борцы преобладают в этом спорте. Им все равно комфортнее. Ведь они правильно научатся работать, подход свой найдут. Им комфортнее. Но мы, боксеры, тоже стараемся, тоже ищем свои плюсы в этом виде спорта. Пытаемся на своей манере, как-то в своем стиле. Но я считаю, что и мы именно из-за этого цепляемся, молодой. То, что там, это как мы вернулись в гладиаторские времена, например. Выходили, дрались там. Не было там вида спорта, боксеров, борцов. Они дрались. И побеждал сильнейших. Любым способом, например. С дальнейшим, там. С ударом, там. Мечом, там. Я не знаю. Главное, в честном, бескопрогическом бою. В честном, бескопрогическом бою. И ММА это такое спорта, действительно. Ты там все отдаешь и выигрываешь. Если ты где-то недоработал на тренировке, или там, где-то борьбу не подтянул, или там, ноги, там, выносливость. Рахмет, за вот такой развернутый, подробный ответ. В Казахстане именно за счет чего развивается? За то, что у нас есть в Краю, там, у нас в генах есть. Как сказал Боржон Анарос, там, что казахи, они никогда не танцевали. Везде, даже вот взять у нас праздники, наурус, там. У нас везде соревнования. Казахстан, курест, там, самба, там, они борются, там. Там, приседают с бараном, там, за бараном, там. Из-за этого, я думаю, что у казахов в генах есть соревновательное. То есть, это соревновательное качество у всех мужчин. Ну, конечно, у нас еще вот Пауэлл Шпрайд, по-мужему, Даня Рахаскарауф, он приложил к этому, как сказать, влияние, да, чтобы развился у нас именно вот этот вид спорта, ММА. Потому что он фанат, он этим уже давно занимается. Салаш Прайд уже 10 лет существует. И многих, многие бойцы с Казахстана, знаменитые бойцы, Влад Хамитов, вот, Хайрат Ахметов, Ермей, тоже наш, Слав. Они все, Слава Шпрайда, начинали и вот шли с таких боев, с турниров. Много турниров раньше еще, когда ММА был, даже в России еще не был. Вообще не было разных, даже в России еще. Федор Миряненко только-только там начинал в Японии. У нас уже проводились турниры по ММА. Там Буш-И-Бео назывались. Бойцы, вот, то ли Дина, Ахлбеков, вот, дрались, Атилов. Много у нас парней вышли именно через Алаш Прайд. Конечно, большое уважение Даня Рога. Он молодец. Насчет этого он действительно поднял этот вид спорта. В Казахстане, она действительно, один из, наверное, лучших промышленов в Казахстане от Алаш Прайда. Мы знаем, что, несмотря на то, что турнир, ваш вот этот вот важный бой в Карьере, пройдет за пределами нашей страны, тем не менее, вы не останетесь без поддержки. Большой десант болельщиков будет присутствовать на ACA 126 из Казахстана, в том числе и глава Алаш Прайд Даниан Асхаров, а также многие другие известные личности. Насколько вот эта вот поддержка для вас знаковая? Ну, конечно, для меня поддержка очень важна. Приедут все, кого я знаю, мои близкие. Это как часть Казахстана со мной приедет туда, как бы так сказать. Часть моей Родины будет со мной. Я же не могу там один, например, по-любому поддержка должна быть. Чем больше Казахов поедет, тем лучше. Я себя буду комфортнее чувствовать. И буду поддержку чувствовать, буду увереннее играться. Наверняка вы уже изучали вдоль и поперек своего противника, да, и слабенькие стороны. Вы сегодня, наверное, отметили его? Ну, знаешь, слабенькие стороны. Когда человек занимается этим 10 лет, у него нет слабеньких сторон. Он дерется и в стойке, и в борьбе. Он достойный соперник. Здесь просто такой момент, что если мы деремся за титул, за пояс, мне кажется, он будет на 100% готов, я буду на 100% готов. И будем просто будем искать сильнейшего между собой и все. Хотелось бы задать вам такой вопрос. В паспорт не заглядывать вам? Пожелать удачи, победы в предстоящем поединке. И думали ли вы над своим продолжением развития карьеры, что, как дальше? Возможно, Беллатор где-то там маячит, да, возможно, где-то и UFC, возможно, вы сей связываете свою карьеру с этой лигой. То есть, примерно, приблизительно, поделитесь? Знаешь, я как... Как пойдет, так будет. Я не могу сейчас где-то загадывать. У меня там Беллатор хочу или UFC хочу. Конечно, хочу. Но хочу и UFC. Но как пойдет? Такой вид спорта жесткий, сам понимаешь. Как пойдет? Если Всевышний даст, попробуй. Если нет, то... UFC меня полностью устраивает эта лига. Там хорошие отношения, там профессионалы, там порядок. Я вот был на некоторых турнирах других промоушенах. Но все равно UFC, там уровень другой. Я считаю, что эта лига после UFC или после Беллатора, там третья. Поэтому, если даже не получится в UFC подраться, меня полностью устраивает рейсерий. Евгений, для зрителей YouTube канала «Аллашпроект ТВ» свои пожелания. Пару слов, если бы сказали болельщикам. Ну, конечно, болейте за меня. Поддерживайте. Я всех слышу, всех чувствую. Всем, конечно, большой рахмет. Я, иншаллах, постараюсь не подвести вас выступить достойно. Попробую выиграть. Поддерживайте. Поддерживайте меня до боя, после боя. Независимо от результата. Давайте всем. Салам Аликум. Рахмет. С нами в эфире был Евгений Егембердиев. Краса и гордость отечественного ММА. И буквально считанные дни остаются до главного поединка в карьере Евгения. Мы все держим кулаки, все болеем и непременно желаем успехов. Евгений, вам огромное спасибо. Удачи и самое главное, с хорошим настроением. От всего абстрагируйтесь во время поединка. Завоюйте чемпионский пояс. Станьте первым казахстанцем, кто будет держать этот престижный трофей. Желаем успехов. Спасибо. Получ舒均. Спасибо. … Продолжение следует...